О значимости и перспективах проекта «Южный газовый коридор» поговорим с гостем нашей студии, политическим обозревателем Мурадом Сайдаддиновым. Здравствуйте, добро пожаловать к нам в студию. Здравствуйте. Итак, на седьмом заседании министров в рамках консультативного совета по ЮГК приняли участие 18 стран, 19 компаний и 5 ведущих международных финансовых институтов. Число партнеров растет даже в тот период, когда ЮГК уже завершен, строительство завершено, газопровод уже работает и газ поступает на европейский рынок. Что делает этот проект таким интересным, успешным и уникальным, что страны в нем заинтересованы и компании стремятся в нем участвовать? Очень хороший вопрос. В первую очередь я бы хотел отметить, что начало работы ЮГК является очередным внешнеэкономическим успехом Азербайджана. Реализовать такой сложный трубопроводный проект не каждая страна способна. Я бы сказал, что в рамках стран СНГ я не вижу второго такого государства, которое могло бы на сегодняшний день реализовать подобного рода проекты. Посмотрите, длина этого газопровода 3,5 тысячи километров. 100 километров этого газопровода проходит по дну Адриатического моря. В некоторых местах этот газопровод проложили на высоте 2500 метров над уровнем моря. То есть он сложен с технической точки зрения. Но это не самое главное. Он был сложен также с политической точки зрения. Было очень трудно реализовывать этот проект в европейских странах, потому что там было очень много как сторонников, так и противников его. Но Азербайджан 4,5 года, то есть как и планировалось, смог в этот период реализовать данный проект, даже сэкономил средства. Правильно сказал, где мы слушали выступление господина Беглядбекова. Первоначально он оценивался в 45 миллиардов, но обошелся он в 33 миллиарда долларов. Чем важен, чем интересен этот проект в перспективе? Конечно, сегодня благодаря этому проекту Грузия получит 1 миллиард кубометров газа, Турция 6 миллиардов. На начальном этапе европейские страны, это Албания, Греция, Италия, около 5 миллиардов. Но я считаю, что важность этого проекта не только в возможности доставки газа с Шахданица. Я считаю, что этот проект является первоначальным, как бы первым шагом для подключения к нему, для выхода газовых возможностей в месторождении Средней Азии на европейские рынки. Я думаю, что следующим этапом будут процессы, связанные именно с этим, подключением туркменского газа. Как мы знаем, что Туркменстан обладает огромными запасами газа. Туркменстан — четвертая в мире страна по запасам газа. Я даже могу сказать, что данный проект Южный газовый коридор имеет перспективу подключения к нему иранского газа. Иракского газа, кстати, Иран обладает вторыми в мире запасами газа. То есть мы видим, что данный проект находится в регионе, где огромные запасы, мировые запасы газа. С одной стороны. С другой стороны, самый, можно так сказать, главный покупатель в регионе газа — это Европейский Союз. С другой стороны. То есть в свое время Азербайджан, начиная этот проект, Азербайджан является локомотивом в данном проекте, он правильно подсчитал как и возможности региона по наличию газовых запасов, так и возможности Европейского Союза по его закупке. То есть данная модель имеет огромные перспективы, как правильно замечено было, лет, наверное, на 50 вперед. Да, действительно, в ходе созидания также президент Азербайджана отмечал планы по восстановлению освобожденных территорий. Вот как все эти достижения, достигнутые в сфере энергетики, помогли Азербайджану и помогут в будущем в осуществлении всех вот этих планов по зеленой энергетике и многих других, по строению новых сел в освобожденных территориях? Во-первых, конечно же, с экономической точки зрения подобные проекты дают достаточные возможности нашему бюджету реализовывать восстановительные работы на территории Карабаха, которую мы освободили. Но с другой стороны, я хотел бы отметить еще один нюанс. Наличие подобных проектов, как Южный газовый коридор, как Баку-Тепелиси-Джейхан и так далее, с политической точки зрения оказали нам большую поддержку для реализации освобождения наших земель. То есть победа, которую мы получили два месяца, там, на 44-дневной войне, в какой-то мере политически была поддержана реализация таких проектов. То есть мировые страны, которые заинтересованы в данном регионе, они были связаны с этим проектом. Мы видели вчера, да, вчера это было, помощник, заместитель гостя КТС Соединенных Штатов Америки сделал заявление в поддержку данного проекта. Мы видим, что два еврокомиссара поддерживают данный проект. То есть с этой точки зрения это создает хорошую политическую обстановку для реализации наших проектов в Карабахе. Конечно, безопасность и мир в регионе, они очень влияют на реализацию проектов и дальнейшее их развитие. Большое вам спасибо. Я напомню о значимости проектов Южного газового коридора. Мы говорили с политическим обозревателем Мурадом Сададиновым.